Видео на тему, как я пришла к моей онлайн-школе скетчинга, с чего я начинала. Привет-привет, мои дорогие! И сегодняшнее видео — это ответ на вопрос. Очень часто мне пишут в директ и на почту. Ольга, с чего вы начинали? Вот у вас уже такой успешный бизнес, вы успешный художник по скетчам. Если можно, расскажите, как у вас всё начиналось, с чего начался ваш путь. Девочки, конечно, и мальчики, если смотрите, конечно, как вы понимаете, никакой успех, он не бывает по прямой, такой успех, что из точки А в точку Б ты пролетел, как стрела, без проблем, без сложности. Конечно, нет, всё это было очень тернисто. Но если сначала, то в 2010-м я заканчиваю с ПБК по имени Штиклица по направлению дизайн-интерьера. У меня огромное количество амбиций. Я считаю, что всё, я уже выиграла несколько конкурсов международных, мои проекты, то есть на отлично я училась в Мухе, и меня всегда хвалили, особенно вот по направлению рисунок, дизайн-интерьера, да, вот композиция. И я думала, что ну всё, я сейчас буду просто супер успешным, известным дизайнером интерьеров, я буду во всех журналах публиковаться, все конкурсы выигрывать. И что вы думаете, я устраиваюсь на работу, мне тогда были очень нужны деньги, и я устроилась на работу, ну просто практически первую попавшуюся. Там был график такой два через два, ну знаете, как вот в магазинах, там где продают, да, что-то. По сути, это был магазин мебели очень дорогой, французской мебели. Не буду, конечно, никакие названия сейчас упоминать, никаких имён. И я помню, коллектив меня там совершенно не принимал, не понимал, то есть там не было никого, кроме, пожалуй, вот директора, с таким творческим бэкграундом, да, вот с директором, у меня хорошие были отношения. И она, кстати, заканчивала мой же лицей художественный, в котором я училась до поступления в Муху, это 190 лицей на Фонтанке, так что 190-ки, если меня кто-то смотрит, привет-привет. И меня очень не принимал, не любил коллектив, но я помню, мне тогда были так нужны деньги, что я как бы терпела это. Потом я уволилась с этой работы, перешла на новую, в большую компанию, где мы делали очень крутые проекты, по знакомству меня устроили, потому что...